Доброго дня! С вами канал Процветок и я, травница Ольга Спиридонова. Сегодня я вам расскажу про одну из своих любимых дикорастущих целебных трав. Она называется чабрец. Кажется, еще не скоро лето, не скоро время сбора чабреца, но приобретать знания никогда не рано и никогда не поздно. И для того, чтобы составить себе какой-то списочек, план того, что вы планируете сделать этим летом, что-то посадить, что-то собрать, что-то использовать для своего здоровья, я вам сейчас об этом и расскажу. Итак, что такое чабрец? Маленькое дикорастущее растение, которого очень много в Беларуси. В дикорастущем виде этот великолепный зелено-сиреневый ковер встречается во многих областях Беларуси. У меня, например, дача и вокруг нее поля просто заросшие чабрецом. Растение исключительно целебно. Чабрец содержит эфирные масла. Эти эфирные масла оказывают противовоспалительное, противогрибковое, антиоксидантное, то бишь препятствующее старению, противокошлевое действие, отхаркивающее, успокаивающее действие и одновременно тонизирующее. Вот за все за это чабрец мы очень любим. Как может оказывать одновременно и успокаивающее, и тонизирующее действие? Возможно, многие из вас замечали, что мы иногда устаем к вечеру. Устаем так, что у нас нету сил отдыхать. Нету сил общаться с ближними, даже нету сил лечь спать. Мы берем телефон сотовый или компьютер, или глазами прилипаем к экрану телевизора, и все. И вроде бы надо идти спать 10, 11, 12, время, когда организм восстанавливается, а мы не находим в себе сил. Вот при таких проблемах очень поможет чай из чабреца. Душистейшая травка. Берем чайную ложечку, завариваем на стаканчик кипятка, даем минут 20-30 настояться. Можно добавить пол ложечки медика. И у нас будет прекрасный чай, который поможет нам набраться сил для того, чтобы лечь спать, чтобы быть здоровым. Больше всего, наверное, чабрец вы знаете как растение противопростудное, противокошлевое. И это справедливо. Очень часто в аптеках можно увидеть сироп с чабрецом от кашля. Соответственно, при простудах чабрец можно заваривать и пить, если нам необходимо смягчить жесткий сухой кашель. Необходимо это все отхаркать. А если у вас есть время, есть творческое настроение и есть желание, из него можно и вовсе сделать бальзам, эликсир. Так делала моя прабабушка, которым лечила всех детей. Нас у нее было 7 человек, правнуков. Это действительно волшебный рецепт. Я сейчас с вами им поделюсь, что она делала. Можно отжать сок малины, благо малина поспевает ягоды малины. Примерно тогда же, когда и растет чабрец, где-то в середине июля. А можно сварить малиновое варенье и процедить. В соотношении 1,5 кг сахара на 1 кг малины или, соответственно, 60% сахара на 40% малинового сока. Варим крепкий такой сироп малиновый. После чего за 5 минут до окончания варки мы опускаем в него целые цветущие веточки чабреца, таволги и листочки мяты. Даем буквально 5 минут всему этому покипеть и прямо вместе с травками разливаем в баночки. Даем остыть, плотно закрываем и ставим в прохладное темное место. У меня у бабушки это хранилось в погребе. Вы можете это хранить где-то в холодильнике. Баночки можно делать небольшие. Смотрятся они изумительно в красивом красном сиропе, цветущие веточки, листочки. Но самое главное, что это изумительно целебный сироп при простудах и вирусах. При вирусе герпеса, при вирусе гриппа, даже при вирусе ковида он великолепным образом поможет убрать температуру, снять сухой кашель, смягчить, уснуть и в целом побороть вирус. Это целебнейшее, вкуснейшее лакомство с чабрецом. Можно принимать по ложечке вместе с чаем, а можно разводить с кипяточком и пить как морс. Это очень нравится и маленьким деткам, это очень нравится и взрослым. Мы делимся всеми этими рецептами в рамках моей фитошколы Дивея, а здесь я делюсь ими с вами. Очень хорошо чабрец помогает также успокоиться и заснуть при стрессе и бессоннице. Что интересно, в свое время чабрец входил в рецептуру так называемой подушки для сна, для китайского императора. Чабрец сам по себе очень жесткая такая травка, пружинистая и очень душистая, бесподобная. Именно за аромат я очень люблю чабрец. У меня есть своя подушечка такая с травой, которая лежит рядом с моей подушкой для сна. В эту подушечку китайского императора помимо чабреца входили также и шишечки хмеля, лепестки, фиалки и еще более 30 трав. Никто не мешает эти наработанные веками рецептуры наших предков применить для вашего здоровья. Набираете травы, высушиваете их, высушиваете правильно. Чабрец очень любит темноту и жару. Я его сушу у себя на чердаке в поместье. У кого-то может быть какая-то другая сушка, но это должно быть темно, жарко и сквознячок. Чтобы чабрец не стал серой бесцветной массой, он должен быть таким же зелененьким, с сиреневенькими цветочками. И хорошо высушенный чабрец, он имеет вкус, он имеет аромат, бесподобный аромат и он имеет такой вот цвет, зелено-сиреневый. И собираем чабрец, собираем шишечки хмеля, можем собирать фиалочку полевую или можем собирать лаванду туда добавлять. И будет вот такой вот великолепный у нас сбор, зашив который в подушечку, положив рядом с собой на ночь, мы можем избавиться от бессонницы, снять стресс и в целом будем очень неплохо себя чувствовать. Можно чабрец использовать для лечения простудных и вирусных заболеваний и в виде медовых паст. Чабрец, травку высушить, смолоть на кофемалке или на какой-нибудь мельничке. Можно соединить с цитрарией, исландским мхом, можно соединить с порошком корня алтея или с листочками мальвы, а можно в моноварианте просто чабрец. Смололи все это на кофемолочке, просеяли так, чтобы получился порошочек и в соотношении 1 к 10, одна часть порошка травы, 10 частей меда смешали и у нас получается медовая паста. Эту медовую пасту можно по пол чайной ложечки, по треть чайной ложечки рассасывать во рту вместо таблеток от горла, таблеток от кашля, вместо какого-то успокаивающего средства на ночь. Можно запивать чаем, но тогда эффективно снизится. Сама по себе медовая паста в 5-6 раз эффективнее, чем та же трава, но заваренная кипятком. Аромат чабреца настолько бесподобен, что его раньше называли богородичной травой. Наши предки на Троицу и на прочие народные такие праздники посыпали травой чабреца полы в церкви, полы в хате, когда приходили летом свататься за невестой. Еще и потому, что чабрец очень неплохо дезинфицировал воздух и придавал вот такой вот аромат и губил микробы. Можно отваром чабреца для профилактики и лечения простудных инфекций плескать на каменку в бане, если она у вас есть. А если нет, просто заваривать и отвар чабреца наливать в ванну. Или же в виде ингаляции дышать над чайничком, в котором заварен чабрец. Вот такая маленькая травка, а сколько с нее пользы. Если у вас местность, где чабрец не растет, в магазинах про цветок вы можете купить семена тимьяна. Это, скажем так, более благородный, более оккультуренный родной брат чабреца. Эти кустики растут в теплых южных краях сами по себе, дикоросами. А мы можем их вырастить на даче и получить такие же великолепные результаты. Что интересно, сам по себе чабрец входит в состав такой специи, как прованские травы. Эта специя считается улучшающей мозговое кровоснабжение, снижающей уровень холестерина и омолаживающей организм. И это все про этот маленький и целебнейший чабрец. Будьте здоровы!